Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают По данным Всемирной организации здравоохранения использование ремней безопасности снижает риск смертельного исхода для пассажиров, сидящих на переднем сидении, на 40-50%, а для пассажиров, сидящих на заднем сидении, до 75%. Те же пассажиры, которые не используют средства пассивной безопасности, получают как минимум удары конечностей, сотрясение мозга и переломы шейных позвонков. В момент столкновения пассажиры и водители испытывают почти космические нагрузки. При фронтальном ударе на скорости 80 км в час энергию гасит бампер, но пассажиры при этом по инерции все еще двигаются со скоростью 80 км в час. Если водитель в это время не пристегнут, то в 90% случаев он сломает себе грудную клетку и травмирует брюшную полость. После удара скорость падает, и в это время на автомобиле пассажиров начинает действовать сила тяжести, которая на скорости 80 км в час в 80 раз увеличивает вес каждого пассажира. Так, человек при весе 75 кг получает удар, сопоставимый с весом 6 тонны наковальни. Специально удерживающее устройство для детей работает примерно так же, как и ремни. Отличаются они только тем, что имеют дополнительный элемент для защиты головы. По результатам исследований сидение для детей обеспечивает очень высокую степень защиты, снижая смертность в результате автоаварии среди младенцев на 71%, а смертность среди дошкольников и младших школьников на 54%. В 2016 году в Сергиевском районе погиб трехлетний ребенок-пешеход, которого мать переводила через дорогу в неположенном месте в темное время суток, не убедившись в безопасности пересечения проезжей части. Нередко пешеходы доставляют массу неприятностей и себе, и другим участникам дорожного движения. Люди перебегают дорогу перед идущим транспортом, лавируют среди автомашин, стараясь быстрее пересечь проезжую часть, причем не там, где положено, а там, где им удобнее. Хуже всего то, что часто родители проделывают все эти маневры и ведут за собой своих детей. Почему пешеходы часто нарушают правила дорожного движения, трудно объяснить, но нарушают всегда, везде, с угрозой своему здоровью и не обращая никакого внимания на замечания инспекторов ГИБДД. В 2017 году на дорогах района произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с участием пешек, участников дорожного движения, в результате которых 1 человек погиб, 8 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Помните, пешеход, как и водитель, это полноправный участник дорожного движения. Его ошибки и пренебрежительные отношения к установленным на дороге правилам, как и ошибки водителя, могут создать не только аварийно-опасную ситуацию, но и привести к трагическим последствиям. За 9 месяцев 2017 года на территории Сергиевского района произошло 71 дорожно-транспортное происшествие, в которых 8 человек погибли и 114 человек получили травму различной степени тяжести. 15 дорожно-транспортных происшествий произошли по причине выезда на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. За пределами города скорость транспортных средств значительно возрастает, что создает определенный риск для безопасности всех участников дорожного движения. Нередко водители не обращают внимания на требования дорожных знаков снизить скорость и воздержаться от выполнения опасных маневров. Игнорирование определенных ограничений и нарушение правил нередко приводит к потере контроля над управлением транспортного средства и возникновению ДТП. Только оптимально выбранный скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям, максимальное избегание таких маневров, как опережение транспортного средства, связанное с выездом на полосу встречного движения, отсутствие резких перестроений, обеспечивает безопасное движение транспортных средств. Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с частью 4 статьи 12.15 Кодекса административных правонарушения Российской Федерации, выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. 23 октября в поселке Суходол на улицах Мира, Суслова и Школьная в период времени с 11 часов до 12 часов 30 минут сотрудники Сергиевской госавтоинспекции проведут специальное мероприятие по профилактике, выявлению и пресечению отдельных видов грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с правилами проезда пешеходных переходов, а также правилами движения пешеходов, методом группового несения службы пешеходный переход. Сергиевская госавтоинспекция сообщает, что в связи с вступлением с 20 октября 2017 года в законную силу нового административного регламента при оформлении дорожно-транспортных происшествий справки о ДТП, как это было предусмотрено ранее, по установленной форме сотрудниками госавтоинспекции выдаваться не будут. При оформлении материала о дорожно-транспортном происшествии в соответствии с правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств водители, причастные к ДТП, обязаны заполнить бланки извещений о ДТП, выданные страховщиками, независимо от оформления документов сотрудникам полиции. Сотрудник полиции должен будет выдавать только процессуальные документы. Сергиевская госавтоинспекция напоминает физическим и юридическим лицам о возможности получения государственных услуг, связанных с перерегистрацией транспортных средств, а также заменой и выдачей водительских удостоверений через единый портал государственных и муниципальных услуг по электронному адресу www.gosuslugi.ru. Имея свой аккаунт на сайте госуслуг, вы можете оперативно узнавать о имеющихся у вас штрафах и оплачивать их, не выходя из дома. Большим преимуществом портала является возможность оплатить государственную пошлину по необходимой государственной услуге со скидкой 30%. Сегодня пройти регистрацию на портале госуслуг вы можете по адресу село Сергеевск, улица Ленина, дом 97, кабинет номер 5. На сегодня это была вся информация. Сергеевская госавтоинспекция желает всем участникам дорожного движения счастливого пути. И помните, что взаимоуважение – это залог безопасности на проезжей части. Субтитры создавал DimaTorzok